В год, посвященный трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, мы продолжаем цикл сюжетов о тех, кто участвовал в этой масштабной стройке. Мы не пытаемся переписывать историю, мы просто дописываем страницы, которые могли бы остаться чистым листом. Екатерине Петровой 98 лет, и она не любит вспоминать то тяжелое время. Однако согласилась встретиться с нашим корреспондентом Екатериной Шеверовой. Когда Екатерина Ивановна отправилась на строительство Сурского рубежа, ей было 18, сегодня ей уже 98. Она помнит все в меньшайших подробностях. На глазах слезы, у бабушки Кати и у нашей съемочной группы. В то время было очень холодно, даже лопаты из рук выпадали. Как мы страдали, без слез не описать. Надеюсь, никому больше не придется пережить подобное. Как же мы страдали, голодные, голодные, хлеба не было. Словами не передашь, душа болит. Даже при морозе за 40 градусов работа не прекращалась. Кроме рытья окопов, Екатерина Ивановна успевала работать на вырубке леса. Об этом она часто рассказывает детям, внукам и прапраправнукам. Говорит, что работали с утра до ночи, что с 43 до 48 градусов мороза стояли. Работали ломом, лопатами и любыми другими подручными предметами, способными проломить лед. Сейчас уже возраст, плачет и тут же забывается. Многие получали обморожение так, как лапти и тулупы были мокрые от работы. Мама рассказывала, что многие умирали. Она думала, что тоже умрет и не доживет до наших дней. Много чего рассказывает. Спускались на берег Суры, рыли окопы. Бригада, состоящая из четырех женщин, по плану должна была вырыть по 4 метра в день. Несмотря на то, что сегодня здоровье не то, что раньше, она не унывает. Находит силы радоваться каждому моменту. Счастлива, что и для ее детей окопы Сурского рубежа стали книжной историей, которую она всю жизнь хранит в своем, живом сердце. Екатерина Шиверова, Маргарита Мельникова, Игорь Зверев, Республика.